Традиционно в период уборочной эстрады Кашхабльский район посещает председатель Госсовета Хасы Республики Адыгея. Этот год не стал исключением. Владимир Нарожный и его заместитель, председатель комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям Аскерсав побывали в одном из самых крупных хозяйств района, руководителем которого является депутат Госсовета Хасы Республики Зураб Зехов. Руководитель хозяйства дал краткую информацию о ходе уборочной эстрады. Он отметил, что установившаяся в этом году засуха серьезно сказалась на урожайность озимых зерновых, которая могла быть значительно выше. Владимир Нарожный и Аскерсав, осматривая поля, провели профилактическое обследование сельскохозяйственных угодий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при проведении сельхозработ, оценили состояние озимых и пропашно-технических культур. Выполненность зерна, наверное, хорошая. Захвата не вижу. Во всяком случае, с этого колоска. Ну, посев изреженный. Ну, осенью влаги не было. Состояние поля, понятно, посмотрите, ни одного сорнячка. Технологический цикл выполнен однозначно. Ну, поле изреженное, вот по тех причинах, о которых говорил руководитель хозяйства. Значит, посев, влажность, значит, морозы, знаете, что были, повлияли, когда при выходе в трубочку, значит, дополнительных стеблей не было, значит, ну, не раскустились вовремя посевы, потому что были, наверное, факторы, которые повлияли. Ну, и, безусловно, засуха, весенняя засуха, которая, значит, действительно, вот на отдельных участках, на отдельных участках, кое-где, там, где прошли дожди, хотя бы маленькие дожди прошли, сегодня получают и за 60. Мы вот, ну, проедем, посмотрим, значит, хотя вот Зураб говорит о том, что есть поля, которые дали неплохой урожай, но по отношению к прошлому году, по отношению к прошлому году, насколько я понимаю, урожайность будет немножко ниже, да? По порядку, да. Да. Поэтому, конечно, сегодня, ну, задача, наша задача, почему мы поехали сегодня, вот, по руководителям, которые возглавляют депутаты Государственного Совета ХАСа Республики Адыгея, я не хочу ни в коем случае не сказать о других руководителей, которые не представляют сегодня депутатский корпус, но наша задача сегодня изучить методы, изучить сегодня работу депутата Государственного Совета, руководителя, и, безусловно, на примере, на примере, значит, вот, показать сегодня Республике Адыгея о том, что, значит, депутаты, сегодня руководители делают все возможное для того, чтобы приумножить и валовые сборы сегодня не только зерновых культур, но и пропашно-технических культур. Поэтому я считаю, что сегодня вот наш депутат на правильном пути, на правильном пути, значит, по выращиванию рапса. Конечно же, вот хотелось бы сегодня нашему депутату, нашему руководителю, людям, с которыми работает ЗУРАП, те, которые сегодня на уборке в это очень сложное время. Когда были вот такая засва, которая, значит, сегодня достигает 38-40 градусов, ну, надо будет позавидовать сегодня тому механизатору и человеку, который сегодня находится на полях и делает все возможное для того, чтобы вот тот призыв, который неоднократно звучал, не один раз звучал с уст руководителя Республики Адыгея Муратко-Карльбеевича Кумпилова, по отношению к тем, значит, людям, которые сегодня возделывают в этих сложных условиях, связанных и с коронавирусом. Вот посмотрите, ни один вид сельскохозяйственной работы, когда уходили на самоизоляцию, уходили, значит, на карантин, ни один вид, значит, работы на полях не прекращался, в том числе и в этом хозяйстве. Мы видим, как говорится, на примере, значит, вот смотрим это поле, на примере видим, что здесь все технологические циклы проведены вовремя, и поле находится в хорошем состоянии. Поэтому, и, конечно, сегодня механизатору, который сегодня за штурвалом, сегодня комбайна, ну, приятно убирать чистое поле, приятно, как говорится, видеть те намолоты, которые соответствуют вот сегодняшним показателям. Поэтому что, ну, хотелось бы пожелать сегодня вот нашему депутату хороших, добрых урожаев, хорошего, хорошего окончания уборки, и, безусловно, получения не только хороших урожаев, но и хорошего финансового состояния после того, как будут реализованы сегодня эти культуры. Все рассказал Владимир Иванович. Действительно, видим, что на данном поле, скажем так, наш коллега сделал все, что зависело от него. Ну, немножко природа подвела, да, с влажностью проблемы. Тем не менее, урожай есть. Конечно, он немножко меньше, чем в прошлом году, но вот ЗУРАП подсказывает, что качество содержания белка выше, чем в прошлом году. Я правильно понял, да? За счет качества? Да, качество будет чуть выше. И это уже хорошо. Спикер республиканского парламента также встретился и пообщался с механизаторами хозяйства. Приятно посмотреть на этих молодых людей, которые посвятили жизнь, как говорится, сельскому хозяйству. В этих нелегких условиях, вот мы видим, какая пыль идет после каждого комбайна, да, чтобы они не один десяток лет могли бы отвечать вот так четко и работать на полях Кашкабельского района. Мы еще раз желаем вам хороших успехов, хорошей заработной планки, того отличного настроения, которое у вас сегодня есть в этой серьезной обстановке. Ну и так, чтобы ваши семьи всегда вас встречали с транспортнерскими руками, от того, чтобы вы пополняли благополучие в своей семье. Подводя итог объезда, Владимир Нарожный отметил, что несмотря на сложные природно-климатические условия, выращен неплохой урожай, как зерновых, так и пропажно-технических культур. И теперь главная задача – собрать его вовремя и без потерь.